Привет! Как дела? Сегодня я начинаю рубрику о том, как я училась в своем первом университете London Southbank University. Это был Digital Film and Video курс, где нам рассказывали, как создать свой фильм от начала и до конца. Начну с того, что поступала я туда на абсолютно другой курс, который назывался «Журналистика». По-английски это «Журнализм». И я все время с мамой спорила. Когда я рассказывала ей что-то, говорю, вот журнализм. Она говорит, это не по-русски, это не по-русски звучит. Убери это слово из своего лексикона, если уж ты желаешь быть журналистом. Я говорю, ну как же так, журнализм же. Нет, не журнализм. И, в общем, мы с ней спорили, журнализм или журналистика, потому что вроде бы как капитализм звучит по-английски, это капитализм по-русски. Но вот такие вот несогласованности перевода происходят в нашем языке. Журнализм превратился в журналистику. По-русски правильно говорится «журналистика», по-английски «джурнализм». Именно поэтому я иногда говорю неправильно по-русски, потому что я все еще мыслю на английском языке. И извините уж, если иногда я буду говорить вместо журналистики «журнализм». Или вместо того, что поехала на автобусе, я взяла автобус. I took a bus. Многие мои друзья, которые говорят на английском языке, абсолютно понимают меня и не придираются к моей русской грамматике, потому что, ну, мы все думаем уже на английском языке, если мы живем в Лондоне. А так как я приехала совсем недавно из Лондона и 8 лет прожила там и общалась только с англичанами в основном, русских друзей я встречала очень редко, может быть, раз в месяц, может быть, два раза в месяц, мне приходилось говорить только на английском языке. Поэтому уж sorry. Но суть не в том. Суть в том, что когда я поступала на этот курс, это был магистрский курс, потому что мне надо было как-то продлить свою визу. И так как я уже достигла уровня advanced в английском языке, я могла продлить свою студенческую визу, только получив приглашение от университета учиться дальше, выше того уровня, который у меня уже был. И на тот момент я не знала, что я могу взять такой курс, который называется бакалавр, потому что на тот момент у меня уже был получен бакалавр в России. И я думала, я могу продлиться после курсов английского языка только на магистрский курс, так как бакалавр у меня уже имелся. И у меня были переведены дипломы, и все, в принципе, проходило до того момента, пока кто-то, по-моему, в университете, когда проверяли мои документы на визу, на то, чтобы выдать мне КАС-номер, это сертификат на спонсорство. То есть университет дает спонсорство тебе, как иностранному студенту, чтобы ты получил визу. Ну, про визу я помню, что обещала вам рассказать про студенческую визу, как ее получить, чуть-чуть попозже расскажу. И там кто-то мне сказал, а ты не хочешь... Ну, так как я сказала, что я стала репортером, мне стало интересно фотографировать и снимать видео, а мне сказали, ты не хочешь взять другой курс диджитал-фильм и видео, но только это бакалавр. Я говорю, ну как же, у меня же уже есть бакалавр, я не могу, наверное, продлить свою визу после курсов английского языка на бакалавр. Они сказали, да нет, ты можешь продлить. Главное для продления студенческой визы в Великобритании – это то, что ты ежегодно повышаешь свой уровень обучения в этой стране. Максимум 8 лет ты можешь учиться по новым правилам, которые в 2012 году Тереза Мэй приняла для иммигрантов. Я говорю, конечно, я хочу взять лучше этот курс, узнать поподробнее про видео, про съемки и вообще, как все это делается. Ну и, естественно, с технической части меня больше интересовали вопросы, так как мой бакалавр в России был режиссура, режиссура массовых действий. Я была event manager, то есть организовывала всякие праздники, мероприятия, концерты, фестивали. И в Петербурге я проработала по своей специальности. А потом вот поехала в Англию учиться для того, кстати, мне многие говорили, зачем ты училась, если ты стала типа блогером и вообще нашла ли ты какую-то работу после того, как ты окончила все эти курсы. Ребята, я училась для того, чтобы жить в Лондоне. И только мне не нужно было это образование. Но оно мне дало очень большой скачок в развитии и очень много знаний. И вот как раз по поводу курса digital film и video я не настолько получила каких-то знаний, о которых я не знала в области режиссуры, но я очень много получила знаний по технике съемки, по монтажу особенно. Сейчас я работаю в Adobe Premiere Pro, монтаж делаю свой, снимала фильмы, снимала. Естественно, мне это нужно было для того, чтобы продавать свои какие-то новостные репортажи, которые на тот момент я уже активно производила в Лондоне. Но как бы этот курс для меня прошел абсолютно налегке, потому что основу режиссуры я знала. И, кстати, сравнивая режиссуру в России и режиссуру в Великобритании, абсолютно две разные вещи. Мы изучали подробно теоретические издания, Чечотина, я помню, Шарова, насколько мне не изменяет память. Даже доходило и до Станиславского, и очень много всякой теории было, а практики практически ноль. Там всё наоборот. Там практика в основном, и на основе этой практики ты учишься, и получаешь какие-то новые знания, и подтверждаешь их теории. В основном мы делали практические какие-то асессменты, то есть экзамены у нас были. Это сдача фильма, это какой-то калаш, ну что-то из области арт, из области искусства. Но иногда приходилось писать эссе, и вот как раз несколько было теоретических работ, но о них я не очень люблю говорить. Мне приходилось очень тяжело, потому что английский язык ещё не был на том уровне, на котором я помогла писать хорошее эссе. То есть я практически писала для того, чтобы сдать. И оно проходило. И я даже не знала, что там был плагиат или не плагиат. В общем, я не проверяла, об этом я уже рассказывала. Тоже расскажу, как проверять. Чуть-чуть попозже. Вообще хочу сказать, что надо быть подготовленным к обучению в Великобритании, знать какие-то основы, как там происходит весь процесс обучения, какие они сдают экзамены, как это всё выполняется, в какой форме, в какие даты. Очень много всяких нюансов, которые ты должен знать изначально. Мне лично помогло именно то, что я уже имела высшее образование в России, и на основе своих знаний я производила какие-то эссе. Это мне помогло, потому что специализация была примерно та же самая, но только в видеосфере, а не в театральной или какой-то концертной фестивальной. Ну а так как видео я очень любила, и так как это был в основном практический курс, то есть писанины было очень мало, меня хлебом не корми, дай пойти что-нибудь поснимать и сложить это в какую-либо историю. Но приходилось трудно, потому что мой менталитет российский, традиции, культура не была понятна и близка английскому менталитету. И приходилось рассказывать, почему я именно это сделала, почему я хотела показать именно этот сюжет или именно этот момент в фильме, потому что англичане, преподаватели, меня не понимали. Меня очень сильно удивило, допустим, как они рассказывали нам о Тарковском. Для меня было шоком увидеть российскую какую-то глубинку, где он показывает в деталях всякие ржавчины. И они говорили, какой он нашел синери, то есть, как это назвать-то, декорации, какие декорации, как он это каждую детальку проработал. Я говорю, да ладно вам, у нас в каждый лес зайди. Ну, я помню, в детстве мы в лесу гуляли, там куча всякого железа, стекла валялась. Когда он показывал воду, там встречалось осколок от бутылки или еще что-то. Я говорю, да у нас в каждой глубинке такое есть. Но мне не верили. То есть, они считают, что он прорисовал эту каждую детальку изначально, он продумал каждое стеклышко изнутри. Я не говорю, что там нет смысла, там очень глубокий смысл. И когда я посмотрела впервые Сталкера, для меня тоже, как говорится, открылся еще один мир. Он глубинный, его не сразу поймешь. Но просто как их мировоззрение сильно отличается от нашего, я узнала именно в университете. После этого я, конечно, тоже стала очень много сравнивать и что происходит в мире, и как они это воспринимают. Очень много стала изучать с разных сторон, с двух точек мировоззрения, потому что, живя в той стране, я должна была приспосабливаться к их законам, к их традициям, к их культуре. И, в принципе, да, у меня получалось это. Я общалась со многими англичанами, уже английский был. Как раз я жила в английской семье, в одной, во второй. И приходилось с ними разговаривать и на такие темы, и на политические, и на бытовые, и на социальные, и на все абсолютно традиционные, культурные и так далее. И из-за этого, из всего у меня сложилось свое собственное мировоззрение, которое делится ровно пополам. Половина английского, половина русского на данный момент. Поэтому я вижу, как сейчас люди, обсуждая что-либо, смотрят только со своей колокольной. И хочу сказать, что... Ну, я уже говорила, что истина всегда где-то посередине. То, как нам преподносят новости, то, как нам преподносят что-либо. Мы не знаем, кто нам дает эти новости, мы не знаем, что скрывается под этим, что утаивается и что показывается некорректно и не так, как это было на самом деле. То есть это информационная война, и она идет уже очень долго, лет пять как минимум. Поэтому я стараюсь туда сильно не лезть. Я живу своей жизнью. Да, я посматриваю то, что происходит сейчас в Лондоне или в Великобритании, потому что я жила той жизнью. И на данный момент я просто пишу свои мемуары для того, чтобы не забыть, что происходило в моей жизни в тот момент, когда я жила в Лондоне. Ну так вот, про мой первый университет, про мои уроки, про каждые по отдельности, я буду рассказывать в следующих роликах, как бы вспоминая историю моей жизни. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok